Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Ольга Васенда. Смотрите сейчас. Добро пожаловаться! В горосполкоме прошел личный прием граждан заместителя премьер-министра. Будет направлено силы и средства, чтобы эту проблему поделивать, снять. Как решаются проблемы? Новости, которая потрясла всю страну. Стали известны подробности страшной аварии под Смолевичами. Погибли 11 человек, из них один ребенок. В каком состоянии пострадавшие? Изобилие северного края. В Бобруйске проходит универсальная ярмарка. Рыба нас заинтересовала, детям конфеты. Почем шашлык из щуки? А также международное сотрудничество. Избирательный кодекс. И февральские морозы. Синоптики предупреждают о похолодании. Что в прогнозе? Двусторонние связи. Президент встретился с послом Ирана. Главная тема разговора – торговля, крупные инвестпроекты и планы по активизации взаимодействия. В прошлом году активно развивалось торгово-экономическое сотрудничество. Оборот между Минском и Тегераном превысил 100 миллионов долларов, что в три раза больше показателей 2021-го. Положительные тенденции сохраняются. Белорусский экспорт увеличился почти в шесть раз. Поставляем мы в основном калийные удобрения, пиломатериалы и синтетические нити. Вы знаете, что в ближайшее время, в середине марта, я планирую по приглашению президента Ирана побывать с визитом в Иране. И там мы обсудим существенные вопросы наших отношений. Абсолютно убежден, уже визит прорабатывается на основании этих материалов. Я абсолютно убежден, что это будет значимая наша встреча и переговоры в Иране, которые выведут на нас на более высокий уровень сотрудничества. Но главное, мы не должны потерять вот этот момент и это время, чтобы наладить наши отношения на более высоком уровне. Встречаясь недавно с президентом России, он мне подробно рассказал о совместном проекте России, Азербайджана, Ирана по строительству железнодорожного и автомобильного пути север-юг. Мы в этом очень заинтересованы. Еще одна международная встреча уже с президентом Абхазии. Аслан Бжания заявил, в дружественном государстве белорусов воспринимают как родных. Александр Лукашенко акцентировал, помимо экономических отношений, стоит развивать и туристические. Для наших людей это прекрасная возможность побыть на море, особенно в свете санкций. Всеобщая трагедия. Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в страшном ДТП под Смолевичами. После стабилизации все они переведены в другие медучреждения. Трое в больницу скорой помощи, пять в областную. Ребенок в РНПЦ детской хирургии. Сейчас следователи разбираются в причинах аварии. Однако пока назвать виновных сложно. Напомним, лобовое столкновение маршрутки и грузовика произошло в понедельник около трех часов дня. В результате ДТП погибли 11 человек, из них один ребенок. Возвуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц. Известно, что микроавтобус шел на подъем, а МАЗ с горки. Кто вылетел на встречку, пока не сообщается. По предварительной информации, скоростной режим водители не нарушали. Технический осмотр маршрутного такси был пройден своевременно. Жалобы, вопросы, предложения. В Бобруйском горсполкоме прошел личный прием граждан заместителя премьер-министра. Анатолий Сивак выслушал проблемы четырех горожан. Одно из обращений касалось капитального ремонта панельного дома. По мнению жильца, он находится в плохом состоянии. Городским службам поставлена задача разобраться в ситуации и вынести вердикт. В числе вопросов и обновления дорог. В частности, шел разговор про третью Луговую улицу и четвертый Путейский переулок. Мы потом посмотрим уже по тем обращениям, значит, на местах, как там сработало. Ну, чтобы убедиться, что нет какой-то аномалии в Бобруйске по какой-нибудь теме. Или наоборот, если есть проблема, так на это будет направлено силы и средства, чтобы эту проблему оккупировать, снять. Вот такая задача сегодня стоит. На прием обратилась и многодетная мама с квартирным вопросом. В свое время семья не воспользовалась жилищными субсидиями. Теперь уже поздно и женщина не согласна с отказом. Расширение жилплощади стало актуально с рождением ребенка-инвалида. Поручение проанализировать конкретную ситуацию будет дано Министерству архитектуры и строительства. Не исключено, что результатом станет внесение поправок в норму закона. Подарок тому, кто в этом нуждается. Новая редакция закона о донорстве вступит в силу с 21 апреля. В первую очередь увеличится возраст для сдачи крови до 65 лет. При этом расширится список ограничений по здоровью. Неизменным останется выбор – получать деньги или помогать на безвозмездной основе. О благородной миссии Карина Гуревич. Алла Чинович, как никто другой, понимает важность благородной миссии донора. Работает в реанимации, поэтому кровь для нее – ценный ресурс. Признается, такая помощь – уже часть жизни. Та самая полезная привычка, которую стоит завести всем. К доброму делу медик подключила и сына. Донором я являюсь с 2004 года. Еще когда-то была выездная бригада одна здесь. Они приезжали в Кличевский район, я там начинала сдавать. Я вышла с декретного тогда и вышла на работу. Как-то у нас много кто из моих коллег сдавали. Мне тоже захотелось. В нашей стране открывается все больше возможностей, чтобы поделиться жизнью. С 21 апреля вступает в силу новая редакция закона о донорстве крови и ее компонентов. В первую очередь увеличится возраст для сдачи – с 60 до 65. Неизменным останется выбор, получать ли деньги или помогать на безвозмездной основе. Льготы для почетных доноров – это 25% скидка на медицинские услуги платные в государственных учреждениях. Плюс донор сейчас имеет право получать 14 дней дополнительного неоплачиваемого отпуска по согласованию с нанимателем. Не быть равнодушным – такой тренд набирает популярность в Могилевской области среди молодежи. Только в прошлом году из 5000 доноров 25% – белорусы до 30%. В Бобруйске первичную консультацию прошли свыше тысячи человек. Из них 400 допустили к сдаче крови. Увы, не все могут пройти отбор по медицинским показателям. Остальным все равно необходимо соблюдать несколько правил. Не приходить на донацию в состоянии недомогания, во время острого и обострения хронического заболевания, при приеме лекарственных препаратов, в том числе с профилактической целью, после физической нагрузки, после ночной смены, в состоянии перенапряжения. Самая редкая группа крови и потому очень востребованная – четвертая отрицательная. Она есть всего у 8% населения. Стать донором могут и того меньше. Поэтому так важно не оставаться в стороне и не бояться поделиться жизнью. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Вступительная компания, отечественный электромобиль и короткий номер. КГК открыл горячую линию. О чем призывают сообщать? Громкие заголовки дня – далее в специальном обзоре. Новая редакция избирательного кодекса вступит в силу 3 марта. Внесен запрет на фото- или видеосъемку заполненных бюллетеней. Также у кандидатов не должно быть иностранного гражданства, карты поляка или других подобных документов. Отменяется и порог явки избирателей для признания выборов в Палату представителей состоявшимися. Продажи электромобилей в Беларуси в минувшем году выросли на 28% по сравнению с 2021. В лидерах – «Джеле Геометрия Си». Во в том множество интеллектуальных систем и отличные технические характеристики. Есть все предпосылки для развития этого направления. В стране создана хорошая инфраструктура. Свыше 600 заправок, качественные дороги и небольшие расстояния между городами. В стране определили сроки приема абитуриентов-целевиков в ВУЗы. Подать документы и попасть на собеседование можно с 1 по 5 июня. Вступительное испытание состоится с 6 по 13. Зачисления по 16 число. Слово для тех, кто не сдаст внутренний экзамен с первого раза, будет возможность попробовать свои силы в дополнительном наборе, если останутся вакантные места. Комитет госконтроля открыл горячую линию по вопросам оказания услуг операторами сотовой связи. Поле зрения, качество и их стоимость. В профильном ведомстве призывают сообщать о фактах необоснованного списания денег, нарушениях, вопросах гарантийного обслуживания. Короткий номер 191 доступен для звонков по 10 марта. Время работы с 9 до 18. Перерыв на обед с часу до двух. Синоптики предупреждают о похолодании. В ночь на 23 февраля в некоторых регионах Беларуси температура опустится до минус 23. Местами пройдет кратковременный снег. В отдельных районах ожидается метель и слабый гололед. Уже к выходным столбик термометра начнет подниматься. Однако резкого потепления ждать не стоит. Копченый тунец и королевские окуни. В Бобруйске проходит универсальная ярмарка. Покупателям предлагают алтайский мед, ароматный чай, восточные сладости и разнообразные орехи. Только одной халвы несколько десятков видов. Здесь же можно обновить гардероб и добавить изюминку в свой образ. Что почем узнала Татьяна Горбач. Богатство северных морей. Изысканные деликатесы отменного качества продают на ярмарке возле Дворца искусств. На прилавке балык из форели, рулет из кижуча, королевский окунь и редкие дальневосточные сорта дикой рыбы. Сюда выстраиваются очереди из покупателей. Есть грудинка соленая, корейка соленая и наши славные копчености. Грудинка, которая коптится по-черному в бане, поэтому она очень вкусная, как раньше делали наши бабушки и дедушки. Здесь же консервированная продукция. Сайра, печень сома, мясо морала. Цены от 2,50. Рядом ароматные специи и восточные сладости. Только одной халвы несколько десятков видов. Большой выбор молочного улуна, ройбуша, каркаде, черного и зеленого чая. А также сборов на травах с ягодами, годжи и имбирем. Ну и, конечно, мед. Представлены как недорогие сорта, так и эксклюзивные. Ярмарка мне очень нравится. Вот зашла сюда вместе со своей свекровью посмотреть консервы. Рыба нас заинтересовала, детям конфеты. И вот кожаная обувь тоже интересное предложение. На ярмарке можно обновить и гардероб. В ассортименте комфортная одежда для дома. Плюс большой выбор блузок, леггинсов и джемперов. Цены самые демократичные. Вся обувь фабричная. В качестве можно быть уверенным на все сто. А этот отдел – мечта каждой женщины. Писк сезона – мутон с воротником из меха-лесы. Обновка обойдется в 750 рублей. Можно оформить рассрочку. Размерный ряд от 38 до 60. Чего здесь только нет. От хендмейда невозможно оторвать взгляд. Оригинальные резные шкатулки и ключницы, деревянная посуда, изящные сувениры на любой вкус и кошелек. Кермаш работает с 10 утра до 7 вечера. Закупиться по оптовым ценам можно до 1 марта. Ассортимент постоянно обновляется. Адрес – Ульяновская, 35. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»